Добрый день. В США и Сингапур прошли исследование про влияние транскраниальной электростимуляции префронтальной коры головного мозга и ее влияние на оценку насилия, социальную оценку насилия. Надо сказать, что результаты исследований абсолютно однозначны нельзя, но тем не менее они интересны. Ну так вот, при транскраниальной стимуляции префронтальной коры, исследование было опубликовано в журнале Journal Neuroscience, было отмечено, что оценка агрессии людей, людьми была более негативной, чем без вот этой вот самой стимуляции. Но опять-таки, вопрос именно был не о том, что человек становится более или менее агрессивен, а о том, насколько для него приемлемо или неприемлемо становится агрессия. Надо сказать, что это совсем не одно и то же, потому что параллельно проводилось исследование, насколько агрессивно действует человек при выполнении тех или иных заданий, и уровень агрессивности в действиях не изменился абсолютно никак. Изменилась только социальная оценка агрессии, то есть человек называл те или иные действия, которые ему представлялись в стимульном материале, приемлемые или неприемлемые. Ну так вот, при транскраниальной электростимуляции префронтальной коры, уровень оценки агрессии сместился в негативную сферу, то есть человек оценивал агрессию более негативно, чем без этой стимуляции. Возможно, при дальнейшем изучении этого вопроса, при углубленном изучении этого вопроса, возможно, изменение зон стимуляции, транскраниальной электростимуляции, возможно, при изменении интенсивности стимуляции можно будет получить результаты, касающиеся, собственно, и снижения самой агрессивности, самого агрессивного поведения. Наверняка утверждать это нельзя. Пока что можно сказать только то, что было сформулировано в абстракте этого исследования. Что именно оценка решения о приемлемости или неприемлемости насилия при транскраниальной электростимуляции префронтральной коры сместилась в негативную сферу. То есть насилие стало менее приемлемым для человека. Исследование интересное, но, конечно, еще далеко-далеко не законченное и пока еще не имеющее практического применения. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания.